Здравствуйте! Это программа «Спортсто» и я ее ведущий Андрей Калавангин. Чемпионат школьной баскетбольной лиги, или Кэсбаскет, успешно развивающийся всероссийский проект. Школьники нашего региона уже несколько лет принимают в нем участие и показывают неплохие результаты. К примеру, команда школы номер один в прошлом сезоне в всероссийском турнире смогла занять седьмое место. Прошел год, ребята подросли, какой будет результат в этом сезоне? Расскажет председатель федерации баскетбола в Ненинском округе Владимир Рочев. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Владимир, вот прошел в этом году отборочный этап общероссийских соревнований Кэсбаскет. Как поменялись соотношения сил, может, по сравнению с прошлым годом? Ребята прибавили или какие-то команды новички, может, показали другой результат? В этом году мы сделали все вместе, полномочия ушли в округ, и поэтому мы провели общий отборочный этап. Ну, как бы, тоже говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. Раньше тоже проводилось все общее, все вместе, и поэтому мы пригласили школьные команды из отдаленных населенных пунктов нашего округа. Приехали команды из села Коткино. Две команды приехали из села Неси, это и мальчики, и девочки. Приехала команда из поселка Харивер. Понятно, участвовали все городские школы у нас, стабильно участвуют. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Команда школы поселка Искателей участвовала, и команда Ненисской школы-интернат. В общей сложности у нас в турнире участвовало 23 команды. 13 команд у нас у юноши и 10 команд у девушек. Общее число участников было более 200 человек. Уровень соревнований держится, ну, так скажем, на довольно среднем уровне, поскольку есть заведомо, как бы, сильные команды. И, ну, не все школьные команды, скажем так, серьезно подготовлены, поскольку, ну, видимо, не особое внимание уделяется или баскетболу, или нету хорошей инфраструктуры, базы. Хотя, в принципе, когда мы приглашали сельские команды, мы смотрели на то, чтобы были именно ФОКи, недавно созданные. Также вот в Харивере мы знаем есть школьный зал, очень хороший. Знаем, что в Коткино есть спорткомплекс. Пытались пригласить тех, в первую очередь, у кого есть базы для подготовки. Соотношение сил в этом году, так скажем, сильно не поменялось по сравнению с прошлым годом, поскольку, ну, как бы, заведомо сильные юноши команды школы номер один, поскольку они уже на протяжении многих лет занимаются в Дворце спорта Норд, хорошо себя проявили юноши из четвертой школы под руководством Ниткина Валерия Андреевича. Владимир, если сравнивать с прошлым годом, команда школ номер один, она сильно прибавила в результатах своих, может быть, физики в чем-то, в тактике или нет, и, может быть, все-таки бытует слух, что если вот ребята, они уже в одиннадцатом классе, в основном, да, кто играет в команде, и они уже, скорее всего, заканчивают школу на следующий год и уходят, да, поступают, и у нас уже не остается таких сильных команд в округе. Это правда или нет? Ребята, конечно, немножко повзрослели, потому что в том году они были практически все десятиклассники, весь состав остался, за исключением небольших изменений, поскольку у нас один человек с девятого класса уехал, Владик Чуркин, он самый высокий у нас был в команде, уехал в Санкт-Петербург, учится в колледже физической культуры, занимается полиолимпийского резерва Адмиралтейского района, в Санкт-Петербург выступает там на местных соревнованиях. Остальные ребята, я думаю, что должны к концу года еще прибавить, но опять же тут же возникает вопрос финансирования, поскольку в этом году ребята на сборы не ездили, в прошлом году они были на сборах, в этом году они без сборов, и, по всей видимости, игровой практики у них будет поменьше, поскольку сейчас экономическая ситуация у нас не очень хорошая. Ну, что будет в наших силах, то сделаем. В принципе, ребята все остались. А то, что они заканчивают, и потом не будет сильной команды, ну да, какое-то время может быть небольшой провал, пока не потянутся следующие, кто занимается именно серьезно в учреждениях дополнительного образования. Ну, есть в перспективе еще ребята, ну, правда, еще пока маленькие, но в определенное время, наверное, мы будем на фоне федерального округа выступать достаточно посредственно. То есть, ну, я думаю, что в лидерах даже вот этой школьной лиги мы не будем. Владимир, вот есть команды, которые... Вот у вас уже есть, вернее, ребята, спортсмены, которые баскетбол хоть и игровой вид спорта, но, тем не менее, за счет своих индивидуальных качеств они попадали в какие-то другие команды, в других регионах и почти профессиональные клубы. Например, вот Стас Федоров, Павел Кожевин, да, и играли на высоком достаточно уровне. Я хотел бы сейчас остановиться немножко на одном лице определенном. Вадим Богатырев, игрок команды школы номер один, мы уже заметили все его яркую игру, то есть, освещая в других сюжетах про кэс-баскет и просто смотреть на баскетбол, да, ходить на тренировки, вот его приглашали в команду профессиональный баскетбольный клуб. Он принял приглашение это или нет? Ну, начнем с того, что он был выбран в пятерку лучших игроков чемпионата прошлого сезона школьной баскетбольной лиги, и его пригласили на стажировку в тренировочный лагерь баскетбольного клуба «Парма», выступающий в суперлиге. Он занимался на протяжении практически двух недель с профессионалами, людьми, которые уже достаточно давно в баскетболе. Ну, ему поступило предложение о том, чтобы перейти в молодежный состав. То есть, ему надо было переехать в этом году учебном в город Пермь, жить там, заканчивать школу. Ну, как бы мама сказала, пока еще рано, надо закончить школу. Ну, я думаю, в принципе, у него все впереди, школу он закончит. В зимние каникулы я планирую отправить его на просмотр в Ухту, поскольку там очень сильная студенческая команда, одна из лидеров российского чемпионата по баскетболу среди студентов. Также эта команда выступает и в Международной студенческой лиге. Ребята выступают за границей, ездят. Тренеры у них иностранные, и студенты там далеко не все россияне. Там много выходцев с Балкан получается, 4 иностранца играют. И в ближайшее время там планируется создать снова профессиональную команду, поскольку она там на протяжении 20 лет существовала, и последние 2 года ее не было. Один из вас списанников «Спарта Норд» Стас Федоров, как вы уже напомнили, играл достаточно на высоком уровне, играл по высшей лиге, потом перешел в Суперлигу. Команда в итоге закончила свое выступление, расформирована была, ну и он перешел на обычную работу. Ну, я так полагаю, что Вадим за этот год не растеряет свою форму, и все-таки у него, наверное, получится, да? Дальше, может быть, где-то играть в студенческой лиге и, может быть, выше. Я думаю, что, по крайней мере, на том уровне, к которому он есть, он в любом случае останется. Конечно, было бы лучше, если бы он переехал сейчас, но выбор родителей, наверное, важен. Я думаю, он спокойно закончит, и весь потенциал у него, в принципе, на месте, и, как бы, я думаю, что у него должно быть все нормально. То есть играть он в любом случае будет, то будет или студенческая лига, или профессиональная лига, ну, покажет время. Я очень хочу пригласить Вадима потом в следующую программу, наверное, в студию, поговорить уже, может быть, действительно о его планах и целях. Ну, просто немножко, наверное, обидно, что округ имеет такие свои, так скажем, запасы нефти и все-таки такие денежные обороты, и не могут поддерживать наших спортсменов. У нас их не так много, да, за пределами округа, где могли бы они получать практику и показывать высокий результат. Давайте отойдем уже от Кэсбаскета и поговорим о соревнованиях, которые у нас планируются здесь проходить в округе, и, может быть, планируются какие-то выезды у спортсменов и сборной команды. Ну, вот отборочный этап школьной баскетболии Лиги Кэсбаскета у нас прошел в осенние каникулы. Это вот окружные соревнования по баскетболу среди школьников. В ближайшее время, буквально через неделю, у нас будет проводиться кубок Ненецкого автономного круга среди мужских команд и женских команд. Вот будет вот это в ближайшее время. После этого у нас планируется, ну, вот уже в следующем году, в феврале 2016 года, финал четырех школьной баскетбольной лиги. Не знаю, если будет возможность, если будет финансирование, мы ежегодно участвуем в Спартаке и Архангельской области. Достаточно удачно выступаем, практически всегда в призерах. Если будет финансовая возможность, конечно, команда поедет. В декабре приглашали в Ухту на турнир по баскетболу как раз для тех, кто будет заканчивать школу, чтобы просмотреть на перспективу для поступления в университет. Ну, наверное, скорее всего, мы откажемся, потому что, ну, сейчас денег нету. Отправим одного Вадима. Ну, а так, в принципе, ну и весной у нас запланирован чемпионат округа среди мужских команд. Владимир, спасибо вам за интереснейшую беседу. Мы желаем, конечно же, вашим спортсменам успехов и достижения больших результатов. На этом все. Это была программа «Спорт 100». Занимайтесь спортом и болейте только спортом.